Есть такая теория, называется теория Айдос, платоновский Айдос. Кому-нибудь известно такое понятие? Еще нужно? Мы все достаем. Это, собственно, то, как мы создаем будущее. Вот как раз об этом будущем мы сегодня поговорим, о будущем хай-тек индустрии у нас в России, подключившись к этому платоновскому Айдосу. Меня зовут Заполянский Владимир, я управляющий директор Positive Technologies. И для того, чтобы на такую очень серьезную тему пообщаться, у меня не менее серьезные гости. Игорь Лопатин, директор по исследованиям и разработке ядро. Игорь, привет. Привет. Алексей Татмаков, СТО ВК Тех. Алексей прошел огромный путь. Мы вместе работали в лаборатории Касперского, где он отвечал за B2B-линейку продуктов. Леша Андреев. Леша, глава разработки технологий и продуктов по корпоративной безопасности в Позитиве. Леша, здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Константин Досипов, технический директор и главный архитектор СУБД Таранту. Сейчас директор по разработке СЦИЛЛА и сооснователь ПИКОДАТА. АПЛОДИСМЕНТЫ Все путано. Все путано? Как мне написали. А вот Денис Кораблев, когда попросил его представить следующими словами, при звуках флейта теряет голову и пьет только теплую водку из стаканов объемом не менее 200 литров, миллилитров. Не, на самом деле Денис не пьет вообще. Вот. А все это время он разрабатывает линейку прорывных продуктов в Позитиве. АПЛОДИСМЕНТЫ А дальше у нас еще подойдет вот на это свободное место Виктор Кантор, директор центра Бигдата МТС. Ну и хочу еще представить Сергея Якушкина, директора по разработке инструментов и программного обеспечения компании Синтакор. Привет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребят, для того, чтобы начать, давайте расставимся вообще, о чем мы собираемся говорить. Вот за последние полтора года из России ушли практически все зарубежные вендора. И включая тех, которые были монополистами на российском рынке, и в общем не было никакой возможности на эти рынки войти с нашими российскими технологиями. Вот сейчас, похоже, поляна зачищена, и у нас есть все возможности для того, чтобы войти в совершенно различные сегменты. Какие это сегменты? Как вам кажется, куда сейчас пойдет технологическое развитие? В каких векторах прежде всего это необходимо? Ну, давай начнем вот так по порядку, Сергей. Ну, мне кажется, очень важно не только на ближайшее будущее смотреть, но и немножко на перспективу и смотреть на в нашем сегменте открытые процессорные технологии, которые набирают и активно развиваются, набирают свой вес. Ну, давай прям по очереди. Это такой как в формате блиц. Я так скажу комментарий. Вендоры ушли, а кастомеры остались. И вот эти вот кастомеры ожидают того же уровня сервисов, того же уровня продукта, что и от ушедших вендоров. И, соответственно, первый технологический прорыв или рывок, который нам нужно сделать, нам нужно наладить производство ПО, производство и обслуживание ПО на таком уровне, на каком оно было у тех зарубежных вендоров. И это очень большая технологическая задача, которую нам всем как индустрии предстоит сейчас реализовать. У нас уже был в истории момент, когда нам нужно было пройти что-то за очень короткий период времени. Сейчас у нас точно такой же момент, на мой взгляд. Нам нужно отстроить индустрию производства ПО на уровне зарубежных вендоров. И вот это вот наш, мне кажется, очень большой вызов. А все-таки можешь ли ты назвать конкретные два-три направления, в которых это прежде всего? Смотри, я могу про себя сказать. Нам нужно научиться построить облака. Нам нужно научиться не построить, предоставлять. Нам нужно научиться предоставлять тот уровень сервиса в облачной инфраструктуре, который был и есть у Ажура и АВС, например. Спасибо, Костя. Спасибо. Мне кажется, надо примерно все, но я попробую назвать конкретно. Вот у нас, например, все сейчас пытаются импортозамещать ERP-системы. Вот, прям очень актуально. Или CAD-SCADA-системы, это в промышленности. Базы данных пытаются импортозамещать. Сабхана, вот, например, такая база данных, ее пытаются замещать. Ну, вместе часто с ERP. Торадата, это аналитическое хранилище. Вот, ну, на самом деле, пример, системы CAD, то есть автоматизации, как это называется, проектирования, да? Когда, ну, для проектирования всего, начиная от, там, мостов и заканчивая каким-то оборудованием. Есть же куча систем автоматизации, но не все они наши. Вот, поэтому я не думаю, что мы все это импортозаместим. Есть возможность как-то хоть выехать на открытом ПО, вот, то есть взять что-то, что уже доступно в глобальном сообществе, будем говорить так. Хотя это тоже западное ПО по общей, по большей части. Вот, ну, посмотрим, как это будет развиваться. Спасибо, Денис. У меня на микрофон работает. У тебя встроенный. Да, у меня встроенный, я сразу со своим пришел из дома. Ну, мне кажется, что вообще в восторге по поводу того, что западные вендоры ушли, они прям такие очень грустные. Вот, у меня фантомные боли, и вообще, мне кажется, что мы как индустрия, глобальная, мировая, должны мочь, контрибьютить поверх того, что уже в обществе создано. И всегда очень грустно, когда приходится выстраивать те куски, которые были вот-вот вчера, мы их трогали руками, а сегодня их нет. Вот, и это такая немножко рефлексия на эту тему. Понятно, что вряд ли мы сами с этим что-то можем сделать, и приходится эти куски восстанавливать. Соглашусь, что open source очень сильно помогает, и многие вещи можно оттуда взять. С другой стороны, когда образуются вот такие ниши и огромные вакуумы пространства, куда входят наши продукты, помогает это в том числе создавать какие-то более правильные экосистемные заходы. Потому что, когда конкуренция ниша в нишу с другими игроками, это всегда очень тяжелые бои за клиентов, за маленькие там изменения и так далее. Когда освобождается целиком ниша, у человека с технической душой открывается, прям такой-то крылья вырастают, можно наконец сделать все с чистого листа, красиво, классно. Вот, конечно, не всегда так на самом деле происходит. Вот, это тяжело, но там вот мне кажется, что есть прям большое количество вещей, которые построены с нуля, лучше, чем те, которые эволюционно дожили. Если я думаю о том, что мы плавно конкурируем с другими игроками, мы бы его десятки лет делали. Когда ничего на рынке нет, выжженная земля, приходится делать за полтора года квантовый скачок, именно в том смысле, что мы можем многие вещи в прошлом оставить. И вот в этом плане, как мне кажется, ну, вот хороший момент только в этом и есть. То есть, с одной стороны, у нас есть большое количество клиентов готовых на какие-то радикальные шаги, а до этого они были готовы только к идеальным продуктам. А с другой стороны, ну, есть все-таки open source и такие кубики, на которых можно, основываясь, сделать следующий шаг. Это какой-то оптимизм дает. Но в целом, если ты говоришь про ниши, я бы выделил то, что у нас в России все-таки был там, не знаю, футтех, финтех, какие-то там прокаты машин, все то, что строится на базе чужих технологий. И, в общем-то, они никуда не делись. Или есть open source замещающий. А есть вот, например, такая ниша, как железо, я думаю, что мы с коллегами про это еще поговорим, про которую мы сами до конца не понимаем, что делать, потому что она нам нужна, а она как-то пустовато. Понятно, Леша, твое мнение про вектор акции. Ты знаешь, у меня несколько мыслей. Первое, конечно, что были области, в которых у нас инженерки не было, и мы осознанно не шли в эти области. И, наверное, где-то мы с большой радостью зайдем туда, потому что еще вчера казалось нецелесообразно, как вытеснить глобальные решения, которые прошли путь в 15 лет, 20 лет и больше. И мы как-то осознанно не ходили туда. Сейчас приходится идти туда, и неважно, что у нас есть, грубо говоря, это от неизбежности. В этом смысле где-то у нас будут объективно прорывы, где так или иначе есть области, в которых у нас была комплементарная экспертиза. Есть направление, в которое мы заскочим просто потому, что придется, и скорее я жду, что в этих направлениях у нас будет легкий спад. Почему? Ну, не было необходимости туда входить. Эти направления были зрелые, комодити закрывали определенные ниши. Мы туда осознанно не шли, на это не было ни рук, ни внимания, ни инвестиций. А сейчас придется туда заходить. Какие именно это направления? Ну, смотри, вот есть тема НЖФВ, о чем говорит Денис. Ну, кто о чем, а мы о безопасности. О чем эта тема? О том, что есть глобальные игроки. Они, по сути, являются стандартом построения НЖФВ, и все их знают. Три самых серьезных компаний глобальных, которые делают самые лучшие решения. Пусть у каждого свои акценты, но фактически все понимают, что НЖФВ – это их рынок. В России были игроки и есть, которые все-таки были более нишевыми. Сейчас нам, как стране, в этом направлении необходимы прорывы. Ну, почему? Альтернатив нет. Также это касается больших систем управления данными, о чем говорил Костя. Фактически все большие системы управления и аналитики данных – это зарубежные решения. У нас есть свои какие-то вариации на базе OpenStars во многом. Но назвать их продуктами, которые можно масштабировать по всей стране, ну, скорее нет. Это, конечно, касается и железа неизбежно. Из хорошего, что я точно чувствую, что у всей истории хай-тека есть Легаси. Неизбежная ноша, которую приходится нести. Почему? Потому что есть куча всего разработанного старого Легаси, которое должно быть компатибл. И все глобальные игроки эту ношу несут. Для нас сейчас возможности какие мы точно можем в ряде направлений делать с учетом глобального развития, но без необходимости эту ношу нести. Это большое подспорье для того, чтобы реально за годы делать прорывы в множестве областей. Но здесь тоже такая тонкая грань. Где-то это будет легче, где-то нет. Да, ну здорово, что не нужно тащить весь тяжелый багаж, наследие, который, в общем-то, в современном мире уже не нужен. Хорошая очень мысль. Да-да-да, меняется все. Меняются подходы, архитектура всего. Железа, облаков, работа с данными, подходов того, как вообще строится работа с данными. Спасибо, Леш. Игорь? Ну, я, наверное, поддержу коллег, что фундаментальная необходимость, на мой взгляд, есть в открытых процессорных технологиях, реализациях на базе открытых стандартов. И в связи с этим, наверное, две конкретные софтовые области, да, в которые тоже нужно инвестировать. Первое – это средства дизайна и разработки таких процессоров, потому что сейчас практически все эти средства, они монопольно делаются не российскими компаниями. И второе – это средства для разработчиков, чтобы под эти процессора можно было писать какие-то оптимизированные программы, оптимизированные библиотеки, ну, то есть все те строительные кирпичики, из которых мы складываем софтверную экосистему для новых открытых архитектур. И вот, мне кажется, про это тоже не стоит забывать. Экосистема для разработчиков нам будет очень нужна. И, ну, мне кажется, это важное направление. – Костя, я вижу, что ты хочешь что-то дополнить. – Да, я хотел бы дополнить следующее. Во-первых, как бы они ушли, но они остались. – Где? – Еще есть такая история, да? – Здесь? – Нет, не здесь. – Нет, в голове скорее произошло. – Здесь точно нет. – В голове и вот очень важное, да, произошло у многих людей то, чего не было, это прям классное произошло изменение, что потребитель перестал, пользователь ПО перестал смотреть на отечественное ПО, как на там Ладу Калину и так далее, да, то есть он стал воспринимать это серьезно. То есть в этом смысле в голове произошли серьезные изменения у людей, это очень хорошо. А нет, остались, ну, например, вот есть один очень крупный подсанкционный банк. У него внутри до сих пор сидит IBM-мейнфрейм, он на нем уже 30 лет. Многие поколения продаванов, так сказать, полегли костями для того, чтобы вынести этот мейнфрейм. И вот он до сих пор там есть, он будет, и, как так сказать, запчасти для него находят, покупают, привозят. И, так сказать, банк продолжает работать. И РЖД взять. РЖД до сих пор работает на IBM-овских мейнфреймах. И на процессах, связанных с этими мейнфреймами, то есть весь стэк, начиная там от Кабола. Поэтому многие вещи, они на самом деле не меняются. То есть такой момент. Хорошо, Виктор, и вот я хочу еще представить Виктор Кантор, директор центра Big Data МТС. Виктор, твое мнение относительно векторов, которые нам в первую очередь необходимо технологически развивать в стране. Мне хотелось бы дополнить в тему именно импортозамещения закубежных вендоров. Я понимаю, что действительно сейчас будет сложно, мы действительно будем восстанавливать то, к чему уже привыкли, а не развиваться прям сразу дальше. Но в то же время я вот некий такой пессимизм, который иногда витает в воздухе, на этот счет не разделяю, потому что есть свои плюсы абсолютно однозначные. Еще до событий последних лет все равно сидеть на зарубежных вендорах было очень больно. Вот та же самая упомянутая Тиродата, например, она мало того, что к софту привязываешься, так они еще и продавали программный аппаратный комплекс. То есть их софт был железозависимый. И вот сидит ваша компания, мало того, что на софте, еще и на железе. Если софт вас более-менее устраивает, железо все равно устареет, все равно износится и все равно придется снова приходить к ним покупать. Свое решение, чтобы разработать, нужно потратить много времени. И поэтому столько времени заложить и настолько заранее это забюджетировать и начать делать, ну, реалии, когда бизнесу нужно всегда быть адаптивным, но не позволяют так заранее это все запланировать и сделать. В итоге это некая такая игла, на которой мы все сидели, мучились, ну и вот наконец-то мы с нее слезем. Возьмем open source, чуть-чуть допишем. Сначала будем плеваться. Будут люди из бизнеса говорить, ну, пожалуйста, сломайте как-нибудь там западного вендора, все равно я хочу с ним работать на его софте. А мы будем говорить, нет, кушай наш open source, допиленный нами, потому что он в итоге станет лучше. Ну и ничего, рано или поздно у нас многое получится заместить. И, наверное, это действительно очень важный вектор именно про замещение. Единственное, что понятно, что не все на свете можно напилить сразу. Поэтому тут самое главное будет это приоритеты как-то расставлять и понимать, что у нас получится быстро сделать, а что нет. Я еще хочу добавить, просто тоже такая интересная мысль. Западные вендоры ушли, но если копнуть там ядро линукса в огромное количество продуктов и открытых, и закрытых, то мы найдем там наших разработчиков. И вот мне, что самое интересное, как мы сегодня визионерим, да, вот что произойдет с… Потому что раньше, ну, как бы мостов этих не было, мосты были построены, и как бы даже, как бы рек не было, не было границ, да. Для особенно открытого ПО очень много разработчиков уезжало. Вот сейчас, когда такое, настолько востребовано отечественное ПО, интересно, а что будет с ними, когда мы уйдем? Вот, потому что есть такое ощущение, что для многих разработчиков сегодня такой произошел переломный день. Все западные вендоры своих разработчиков вывезли. Я вот вижу, что разработчики, которые просто для себя лично приняли решение, что они из своей страны никуда не поедут, они как бы оказались в российских компаниях. И в дальнейшем, я думаю, что вот эти реки, такого утекания мозгов, они могут как-то по-другому потечь, да. Не факт, что люди перестанут уезжать, но что-то поменялось в этом смысле тоже. Слушайте, ну я в целом считываю так вот прагматический оптимизм, что ли, в ваших словах, прагматический, потому что вы все-таки технарии, вы вот не разбрасываетесь как маркетологи словами направо и налево, но скорее вы видите, что есть зачищенная поляна, что есть мозги. И мозги создают и в том числе большие зарубежные продукты. И что у нас есть сейчас так вот подсобрать и много возможностей для того, чтобы что-то разработать свое достойное. В этом хороший оптимизм. Но давайте про такую важную и скорее больную тему поговорим, как про железо. Вот, Игорь, что ты думаешь по поводу железа? Какие наши амбиции, я бы так сформулировал вопрос, для того, чтобы развивать отечественное железо? Ну, я думаю, что мы должны смотреть с умеренным оптимизмом в будущее в этом отношении. Есть определенное количество компаний, которые активно занимаются сейчас разработкой своих решений. И в подавляющем большинстве случаев, насколько мне известно, это открытая архитектура. В частности, хочется упомянуть архитектуру Рискфайл. И вот Сергей, который здесь сегодня присутствует, наверное, подробнее расскажет о ее преимуществах. И я думаю, что есть все шансы на успех. Но, с другой стороны, надо понимать, что разработка железа, ну, таких вещей, как центральных процессоров, например, систем на чипе, которые обладают экстремальной сложностью, это дело не быстрое. И в целом, ну, здесь не стоит ждать быстрых результатов. Но я думаю, в конечном итоге у нас все получится. Сергей, ты что думаешь? Да, я дополню, коллеги, с точки зрения развития всей индустрии и аппаратных платформ. Важно отметить, что в высокопроизводительном сегменте, в принципе, классические механизмы увеличения производительности уже достигали своего предела. И уменьшение технологии, нанометров выпуска и повышение частоты уже давалось все сложнее и сложнее. И практически достигнуты были пределы. В целом, в мировой индустрии. И какое-то время назад началось развитие гетерогенных систем, для которых необходимо большее переиспользование, специализация. И усложняется проектирование. Уже недостаточно масштабировать типовые решения. Надо ориентироваться на конкретные области применения, изучать их. И начиная с самых ранних этапов проектирования, строить высокорунивые модели, более сложные инструменты проектирования. И ускорять процесс производства новых устройств, отвечающих изменению задач, которые нужны бизнесу, нужны людям. И, соответственно, этот процесс в целом в международном сообществе шел. И для того, чтобы переиспользование достичь, активнее начали развивать открытые архитектуры. Было несколько попыток. На данный момент самый успешный из таких архитектур – это архитектура РИСК-5, о которой упоминал Игорь. Это архитектура, созданная в университетской среде, заинтересовавшая большое количество разработчиков, в том числе и наших, поучаствовавших в ее развитии. И, собственно говоря, это архитектура, которая на данный момент хорошо сбалансирована в международном сообществе. Многие азиатские, китайские, индийские компании активно участвуют. И, собственно, последние события дают дополнительный бонус с точки зрения мотивации внедрять, скорее, ранние решения более активно, в большем объеме. Это международный тренд, но мы можем оказаться, на самом деле, на передовом крае сообщества и опередить внедрение в других странах. Это позитив. А можем ли мы как-то проверить безопасность железа, который поставляется из рубежа? Вот на данный момент. Игорь? Ну, если мы говорим про проприетарные архитектуры, то, в общем случае, мы не можем это гарантировать, естественно. И поэтому, я думаю, сложно давать какие-то гарантии железо с закрытыми архитектурами. Когда, если мы говорим про какое-то железо, которое разрабатывается, там, на базе каких-то открытых стандартов, да, то мы можем, ну, там, как черный ящик его попытаться проверить на соответствие тем спецификациям, по которым оно было разработано, но, опять же, это полноценных гарантий нам, на мой взгляд, не дает. Вот. Единственный случай, когда мы можем гарантировать какую-то безопасность, да, это когда нам доступны все материалы, там, сверху донизу, да, и мы весь стэк можем посмотреть каким-то образом, там, проверить, в том числе с помощью каких-то автоматизированных средств, да, да, и убедиться, что вероятность, ну, как бы стопроцентной гарантии нет никогда, да, что вероятность приемлемая того, что нет там каких-то закладок, нет каких-то недокументированных особенностей. Вот. Поэтому, наверное, ключ в том, чтобы все-таки пытаться вот этот процесс сделать открытым для того, чтобы в том числе гарантии безопасности иметь. Давайте теперь поговорим про облако. С железом, в общем, действительно не так все просто, но вот облачные сервисы сейчас, в принципе, облака получают в России прям очень большое развитие, потому что многие затарились, облачные провайдеры затарились уже заранее железом, и сейчас могут достаточно продолжительное время существовать с тем, что уже имеется. Но вот есть ли, в принципе, сейчас какие-то проблемы у облачных провайдеров, Алексей, давай, может, прокомментируй. Ну, смотри, ну, проблемы, конечно, есть, проблемы, возможности. Вот ты говоришь, железом затарились. Нельзя заранее затариться железом, наверное, нет у нас таких складов, но при этом железо каким-то образом поступает. Вот как-то оно течет к нам. У нас появляется новое железо. Ну, например, заканчиваются стойки, заканчиваются дата-центры. Да, вот мы там железо купили, а теперь его поставить некуда. Значит, нужно строить новые дата-центры. Этим там кто-то должен заниматься. Это, если говорить там с точки зрения железа. Недостаточно купить те же процессоры, память. Их нужно куда-то поставить, их нужно где-то запитать, где-то заобслуживать. Это большая инфраструктура. Ее нужно в том числе строить. Строить ее нужно не только там в Москве. Ну, мы же хотим распределенные дата-центры иметь. Опять же, наши потребители хотят какую-то гарантию, надежность. Хотят надежность наших дата-центров. Значит, они должны быть распределены по регионам. И вот это все нужно строить. Сейчас его категорически не хватает. С другой стороны, можно посмотреть на это по. Опять же, есть пользователь. Он там средний какой-то пользователь. Энтерпрайз или СМБ. Он всю жизнь пользовался там каким-нибудь Ажурой или АВСом. Дальше он приходит на наши облака. Ну, и, честно сказать, видит на порядок меньше сервисов. Неважно, SaaS, PaaS, платформ, сервисов. И он думает, ну, а как мне тогда реализовать то, что у меня было реализовано в АВС и у вас? Начинает там что-то изобретать. С другой стороны, почему их так мало? Ну, а зачем вендору там какого-то, там, какого-то ПО, там, той же там базы данных или того же АРП идти в SaaS? Он ее прекрасно поставит он премис клиенту и не будет инвестировать время своих разработчиков туда. Соответственно, нужно его как-то заинтересовать. Заинтересовать его можно каким образом? Поставить интерпрайз-вендорам облачные системы OnPrem. И она при этом не должна отличаться от паблик-клаудовни. То есть у него должна быть какая-то гибридная система. Ну, это тоже сложная техническая задача построить такую, такие облака, которые в OnPrem'е у него установлены, внутри закрытого периметра. Они как-то связаны с публичным облаком. При этом везде должен быть, ну, условно говоря, одна и та же подложка, чтобы те же PaaS-провайдеры пришли в эти облака и принесли туда свое ПО. Ты можешь сказать, что сейчас тренд на облако в России начинает набирать обороты? Ну, прям начинает набирать, потому что год назад его не было точно. И если да, то на какое облако? На собственное облако или на внешнее? Смотри, я не скажу, что не было тренда на облако. У нас всегда был Enterprise, который имел свое приватное облако. Ну, смотри, у всех была раскатана VMWAR. Можно сказать, что это частное облако. Вот, ну, не знаю, может быть, кто-то раскатывал себе что-то другое, но в OnPremio там 80% Enterprise раскатали себе VMWAR. Сейчас у них уменьшилась возможность раскатывать себе VMWAR. Вот, соответственно, они вынуждены искать другие возможности. С другой стороны, SMB-сегмент, вот, он действительно, здесь сложно теперь купить, сложно купить железо, там, нужно экономить на админах. И вот он идет в облака, имея в виду, в публичные облака. Ну, то есть, понятно. То есть, у Enterprise OnPrem уже был, в общем-то, они к этому готовы. SMB сейчас начинает туда идти. Да, в Enterprise тенденция, что они хотят получить гибридные, ну, гибридные облака. То есть, у них есть OnPrem, они хотят получить часть в паблике, и при этом это все еще должно быть связано. А вот про безопасность облаков, Денис, давай тебя спрошу. Были сливы, ну, и, в принципе, в облаках в России, мне кажется, достаточно высокий уровень скепсиса исторически существует. Что ты можешь про безопасность сказать облачной? Не, ну, про сливы мы тут ни при чем, если это про это. Вот, а если говорить глобально, то... Ты не повелся. Есть же, на самом деле, два аспекта, да. Один аспект – это безопасность самих облаков, а второй – это безопасность то, что на базе облаков делается, ну, как продукты. И безопасность самих облаков, ну, вот тут верно был тренд подмечен, то, что из-за того, что железа не хватает, многие идут в облака и начинают покупать там кусочки своей инфраструктуры и там их разворачивать. И это очень слабо отличается от обеспечения безопасности у себя внутри, за исключением того, что у тебя еще появляется новый дополнительный элемент, который тоже надо как-то контролировать, ну, то есть это сложнее, дороже, неудобнее там и так далее. Ну, то есть безопасность-то точно ухудшается, можно работать над тем, чтобы она стала не хуже, там, мониторить это все правильно, там, ну, вот все, что мы как компания рекомендуем. Ну, и вторая история, которая, наверное, больше интересна лично мне, это, по сути, способ разрабатывать продукты с помощью облаков, потому что, как бы, любые сервисы, когда стартуют, они же имеют мало пользователей, потом эластичный спрос, все это растет, там, и так далее. Вот, и, в принципе, вот продуктов и технологий необходимы для того, чтобы сделать априори более безопасный софт из коробки, там, правильно в конвейер внедриться, проверять это все с точки зрения безопасности. Ну, вот это, наверное, одна из самых основных наших задач, как компания, и мне кажется, что в России у нас хорошая стэк технологии именно на эту тему есть, вот, и, но есть нюанс, то, что он, как бы, до облаков доезжает чуть позже, чем для он прямо, как это и было сказано. Я думаю, что это совместно задача нам сделать так, чтобы у нас появился весь этот стэк во всех доступных облаках, для того, чтобы компаниям, которые начинают новые бизнесы и как раз-таки делают всю ту работу, которую мы в первой части вопроса обсудили, создавая новые сервисы, замещая, они сразу сделали априори более безопасным. Вот. А касательно там самую безопасность облака, может, Леша дополнит, потому что тоже там большую работу делает. Ну да, есть что хорошего из происходящего. Конечно, у нас есть ограниченный ресурс, да, это руки наших инженеров, это наши возможности, то есть та скорость, с которой мы можем двигаться. И в этом смысле, что сейчас точно происходит, чего я не видел раньше, это запрос на коллаборацию компаний. Вот, например, Алексей говорил по поводу облаков. Мы в контексте построения совместных технологий очень глубоко работаем сейчас с ВК, проводя нашу глубокую экспертизу того, на самом деле, что там должно быть безопасно сделано, как. Так, аудируем, вместе обсуждаем. Для чего? Для того, чтобы то облако, которое строит сейчас частная ВК, или публичная, оно было максимально секьюр, как инфраструктура, на которую едут пользователи. И в этом смысле сейчас запрос рынка на российское подталкивает и нас на то, чтобы больше дать. А что мы можем больше дать? Мы, правда, можем больше дать на стыке нашей экспертизы. И мы вот в эти треки зашли, как никогда. То есть я такое количество треков по технологическим кооперациям не видел ранее никогда. Я чуть-чуть добавлю про безопасность облаков. Что безопаснее, облака или развернуть свой сервис у себя, сервер и на нем свой сервис у себя под столом? Смотри, облака тебе предоставляют что-то над, что-то больше, чем простая операционная система. Соответственно, кто-то уже сделал ту работу, работу по обеспечению нижнего слоя, ее уже кто-то сделал. Если мы говорим про ВК, это сделал ВК, мы ее сделали частично сами, частично позвали вас, потому что у вас есть экспертиза в безопасности. И когда кастомер приходит в облака или он приходит на свой сервер железный, в облаках за него уже кто-то работу сделал. Часть работы, точнее, часть работы по безопасности за него кто-то сделал. И если эту работу сделали хорошо, если кастомер доверяет вендору, то значит он в облаках получит больше безопасности, чем по дефолту у себя на своем сервере под столом. Я буквально еще мысли добавлю. Вот до этого мы говорили про открытую архитектуру процессорную и про безопасность железа. На самом деле, мне кажется, здесь есть прям продолжение этой мысли и в контексте облаков. Ведь мы, как исследователи, находили уязвимости в процессорах Intel, например, несколько лет назад. И это как раз предмет того, что волнует. Закрытая архитектура сама по себе, закрытость наших технологий, которые мы используем, это большая проблема с точки зрения и возможности развивать, возможности иметь гарантии, что все не отыквится, безопасности, которую мы в итоге получаем. На самом деле, то, что сейчас происходит, и я в этом плане очень оптимистично смотрю на происходящее, мы движемся стремительно к открытой процессорной архитектуре. Это высокая степень свободы, контроля и, как результат, возможности гарантировать безопасность. Почему? Потому что архитектура открытая. Там не будет чего-то неожиданного или ошибок, которые кто-то пропустил. Почему? Потому что все комьюнити смотрит. Второе. Мы начинаем коллаборировать технологически, между индустриями, между отраслями, правильно сказать. И здесь готовность быть открытыми, она, по сути, дает возможность друг друга взаимообогатить. Мы даем экспертизу ВБ, ребята дают свои технологии, раскрывают для полного аудита. По сути, становятся открытыми. Пусть это не открытая архитектура, но очень близко с точки зрения возможности влиять и готовности меняться, потому что совместно мы точно получим большую ценность. Более безопасное облако, более безопасные процессоры и возможность строить навесную безопасность, интегрированную в инфраструктуру априори. Я поддержу Алексея. Есть такой термин «кодизайн». Это взаимное влияние софта и железа друг на друга. И оно работает не только для безопасности, но и для функциональности и производительности. И это очень классная история, что сейчас мы в рамках российской индустрии имеем возможность действительно кооперироваться и вот эти задачи по кодизайну совместно решать. Раз уж об этом заговорили. Давайте поговорим тогда про безопасную разработку, поскольку неважно, что мы разрабатываем, нейронки, облака или что-то еще, но вопрос безопасной разработки, он как будто лежит в основе. Денис, ты можешь прокомментировать запрос на безопасную разработку? Слушай, ну, во-первых, запрос точно есть, это уже нельзя отрицать, потому что, ну, вот я обычно рассказываю, что я там в кибербезисе с 17-го года, и в 17-м году мы всем рассказывали, что мы на самом деле защищаем каких-то хакеров, и нам говорили, да какие хакеры? Вы, похоже, от ветряных мельниц спасаете, потому что нет никаких инцидентов. Сейчас кажется, что их настолько много, и что, ну, то есть, как бы политика компании не разглашать до последнего, как правило, да? Если уже сказали, ну, как бы все, значит, это все-таки есть. Вот, соответственно, когда мы делаем какой-то новый софт, особенно в тех областях, куда в первую очередь побежали, а побежали там, где сильно горит, а горит это обычно где-то там, где данные, где госы, там, вот это все, это очень чувствительная история, и, конечно, сразу пытаются заложить аспекты безопасности в разработку. Вот, это не может не радовать с одной стороны, но с другой стороны, вот тот стоппер, который я чувствую, ну, и вижу на рынке, он скорее не в области того, что менеджмент не хочет, а скорее в области того, что культурно разработчикам концепция безопасности не до конца объяснена и допродана. То есть, я вот помню себя там, когда я начинал программировать, была такая шутка, да, что если ты написал, у тебя работает, а у другого не работает, то это его проблема, как бы, да, потому что у тебя-то работает. Это говорит о том, что, ну, как бы программист не брал на себя аспекты качества того, что он делает. То есть, получается, что, как бы, вот в одном варианте оно работает, а все остальное, это, как бы, проблема остальных людей. Но потом индустрия развивалась, менялась, там, test-driven development, behavior-driven development, всякие там, agile туда-сюда, и сейчас сложно найти разработчика, который не думает о том, что он делает с точки зрения качества. То есть, все всегда делают тесты, и это нормально, это хорошо, это всем приветствуется. А то, что security – это грань качества, как будто бы еще в сознание не попало. Потому что, с одной стороны, штука удобная, мы пользуемся, если она неудобная, мы не пользуемся. Но если она небезопасная, как будто бы в этот момент сейчас блокера не возникает. И не возникает у создающего его ощущение, что он должен делать это априори более безопасно. И вот мы, как компания, очень много сил на это тратим, в том числе вот форумы, тут у нас там целая секция по безопасной разработке. Мы пытаемся объяснить, что это то же самое, что отказоустойчивость, да, там, например. То есть, у тебя есть два сервера, из одного розетку вырвали, из розетки его, да, а у тебя трафик все равно ходит. Вот. И как бы разработчик обычно шок в этот момент не возникает. Он говорит, ну да, там, архитектура будет сложнее, будет оверхед, будут ограничения, там, туда-сюда, айпишник пока переедет, ну, будет работать. Ты говоришь, а давай сделаем так, чтобы это приори безопасно, хакер придет и не сломает. Он говорит, нет, ну, стой, подожди, ну, сломать-то можно все, 100% гарантий не бывает. Вот. И вот начинается эта вся история. Вот. То есть, если мы говорим про безопасную разработку, то основной краеугольный камень, который мы видим сейчас, в том, чтобы вот разработчиков в России, вот кто, как думает, сколько, ну, вот я видел разные оценки, там, от 500 тысяч на миллиона, ну, если там вычесть тех, кто уехал, как бы, не знаю сколько, ну, вот, ну, порядок такой. А безопасников где-то несколько сотен, и мы считаем, что у нас половина из них работает. Вот. И когда мы говорим про то, что есть миллион технических специалистов, которые достаточно умные, понимают, как устроен софт и так далее, при этом они еще в безопасности разбираются, представь, как все будет безопасно, когда они начнут это делать day-by-day. Не в те два часа, когда они программируют, а в те шесть, когда они YouTube смотрят, вот. Они будут смотреть YouTube про то, как безопасность устроена. Поэтому, ну, вот это то будущее, которое мы приближаем, вот. В целом спрос на это есть, но вот культурная парадигма до конца еще не сместилась. Ну, вообще, это интересный такой тренд. То есть это скорее работа с сознанием разработчика, чтобы у него появился дополнительный маячок в голове, что вдруг тебе нужно для того, чтобы качественный код у тебя был делать еще и вот это. В общем, история. Смотри, на самом деле программисты, они живут религиями. То есть agile – это же не просто подход, это религия. И тут, по сути, а в религии что? Должен быть какой-нибудь этот мученик, там, Библия, там, ну, все, все вот эти атрибуты, да? И, по сути, если этого не случилось, не появилось, религия не сложилась. Вот, по сути, для безопасности должна сложиться религия. Вот, ну, на самом деле это очень круто, очень интересно. И мне кажется, что это точно тренды ближайших лет. Это то, за счет чего Россия может, ну, действительно, шаг вперед сделать. Потому что, ну, вот в этих вопросах мы сейчас с чистого листа практически начали. Я еще понимаю, вот коллега сказал относительно того, что все разработчики сейчас про качество, уже майнсет на качество настроен. Наверное, не все разработчики и не везде, и вот этот вот уровень настроенности майнсета на качество везде разный. Я встречал, во всяком случае, разный уровень продвинутости разработчиков в этом аспекте. В некоторых местах разработчик не пишет автотест, потому что автотест должен писать QA-инженер, например, по-разному. Что нам дают здесь требования по безопасной разработке? Требования по безопасной разработке иногда нам спускаются сверху, да, то есть хотим мы, не хотим, мы вынуждены ряд практик сделать. И требования по безопасной разработке, оно автоматически подтягивает еще и качество нашего софта в смысле, в обычном смысле качества. То есть мы вынуждены написать эти автотесты, мы вынуждены проверить код, мы вынуждены файзинг-тесты проверить, мы вынуждены провести моделирование. И это нам не просто дает, мы соблюли какие-то там девсе, копс, чего-то там. Нет, мы подняли качество нашего софта. Ну вот это вот давление сверху, где оно есть, оно поднимает качество софта в обычном смысле этого слова. Да, я еще добавлю. На самом деле можно, наверное, долго рассуждать на тему, где мы есть в контексте безопасной разработки и к чему стремиться. Но меня что радует, в 22-м году появились платформы бакбаунти нормальные в России. Мы выпустили, например, платформу бакбаунти. И реально ажиотаж. То есть у нас достаточно уже большая клиентская база. Компании приносят свой софт для исследователей. Они платят. У нас есть уже достаточно неплохие чеки, которые ушли в сторону исследователей по найденным уязвимостям. Все это к чему? Потому что все начинается с малого. И на самом деле, чтобы мы сделали в этом смысле правильно, мы создали площадку, на которой можно взять и проверить уровень и качество софта с точки зрения безопасности. И бакбаунти в этом смысле, и даже регуляторные изменения, то, что госуслуги на бакбаунти идут, но это очень правильные шаги. Где бы мы ни находились, результаты будут очень простыми. Есть баги найдены или нет? Есть уязвимости или нет найдены? И если они находятся, есть площадка, где можно верифицировать и на этом зарабатывать. Эксперты будут зарабатывать. Это будет подталкивать к безопасности кода. Очень-очень-очень стремительно. Намного быстрее, чем любая иная регуляторика или стимулы. Почему? Ну, черт, важливый софт, уязвимый софт. Сколько можно? Здорово. Спасибо, ребят. Так, с безопасностью понятно? Да, у тебя еще комментарии, да? Да, я бы еще... Ну, какая тема, смотри. Два. У нас столько много тем интересных, а вот мы на безопасности прям всех забольное, да. Здесь одна тема, связанная с железом, как мы уже раньше сказали, но интересный аспект – это вот эти стимулы новые поталкивают возможность кооперации и действительно возможность безопасности на уровне программного обеспечения перенести на архитектурные решения безопасности внутри систем на кристалле и процессорных архитектур. Но не только этот аспект, есть еще и аспект инструментов разработки и, собственно, инструментов анализа кода, в которых у нас есть хороший задел в стране. Есть, например, Институт системного программирования, который выпускает статические анализаторы кода. Есть много компаний, которые занимаются поиском уязвимостей и инструментов для них. И вот эта возможность дополнительная, которая у нас появляется, еще и добавить возможности аппаратные для того, чтобы снизить риски и упростить поиск уязвимостей – это тоже отличная возможность, которой надо пользоваться. Спасибо. Так, давайте к следующей теме перейдем. Виктор, у меня к тебе будет вопрос. Он касается искусственного интеллекта. Вот искусственный интеллект – такая штука, которая можно назвать шагом эволюции. Вот как были лошади, которые ходили по улицам, а потом бах, появился форт, и, в общем-то, все изменилось. Вот искусственный интеллект выглядит таким же революционным шагом. За рубежом есть много очень примеров прямо прорывных. Ну, вот чат GPT, с ним общаться – одно удовольствие, очень интересно. Но у нас в России ничего подобного нет. Как тебе кажется, не отстанем ли мы цивилизационно в этом технологическом направлении? Не отстанем, но будет ощущение того, что догоняем периодически. Это связано с тем, что… Ну, вот нам сейчас дали пример. Чат GPT. Фактически там один шаг обучения стоил, по-моему, что-то типа 8 миллионов долларов. Наши компании в целом не склонны так тратиться на фундаментальные какие-то вещи. Ну, потому что как-то больше заточены на конкретные бизнес-задачи. А вот оказывается, что если это делать, то можно родить какие-то такие прикольные вещи, достаточно мощные, которые прям радикально все меняют. Ну, я надеюсь, мы будем в этом плане учиться, перенимать этот опыт и тоже больше вкладываться в фундаментальные штуки. Ну, а что касается отстанем, не отстанем, ну, сейчас просто взять и позаимствовать эти результаты не то, чтобы сложно. То есть мы понимаем, на каких архитектурах это делается, понимаем, как это все запустить. И вообще это, ну, не сказать, что это какой-то математический прорыв или там вот именно исследовательский. Это скорее инженерный. Мы свой чат GPT запилим когда-нибудь? Ну, уже есть попытки отдельных компаний. Понятно, что это то, что сейчас быстро на коленке собрали, но будет еще лучше. Есть другая школа мысли. Есть такая школа мысли, что не нужен нам универсальный чат GPT. Мы просто будем сильно меньшими ресурсами делать нейронку под каждую конкретную задачу поуже. Ну, это два взгляда. Они оба будут развиваться в компаниях. Игорь, у меня к тебе, знаешь, такой вопрос относительно обучения искусственного интеллекта. Вот чтобы он где-то прокачался, его уже надо учить. Вот, например, Миджорный ради фана, но по запросу «Российский космос» показывал картинки старых компьютеров, летающих в космосе. Это значит, что есть, ну, прямо точка, где можно здорово манипулировать сознанием и подменять понятия. Вот каким образом быть с обучением искусственного интеллекта, особенно если ты не имеешь доступ к этим исходникам? Ну, я, с твоего позволения, прокомментирую, наверное, предыдущий ответ, да, по поводу стоимости обучения. Есть такая байка, что один из главных бенефициаров вот этой волны искусственного интеллекта, да, глубокого обучения в частности, это не компания, там, Мета или вот те, которые разрабатывают модели, а компания NVIDIA, которая продает лопаты золотоискателям во время золотой лихорадки. И почему, как бы, стоит дорого обучать большие нейронки, да, большие модели? Потому что там просто очень много надо железа, десятки тысяч этих видеокарт дорогущих, серверные фермы и так далее. И, на самом деле, здесь можно с двух сторон зайти, здесь можно либо продолжать покупать железо и тренировать на нем, как было, либо, опять же, мы возвращаемся к вопросу, кодизайна делать специальное железо, специальные акселераторы, специальным образом оптимизировать процесс тренировки нейронных сетей. И многие мировые игроки по этому пути идут, и я думаю, что нам тоже, может быть, имеет смысл в перспективе в эту сторону посмотреть. А что касается правки, выдачи нейронных сетей знаменитых, о которых мы знаем, да, когда мы получаем не совсем те ответы, которые мы ожидаем, и явно видно, что результаты немножко подкорректированы, но это, опять же, результат закрытости этих сетей, самих моделей. На самом деле, для области глубокого обучения это немножко нетипичная история, потому что там большая часть ресерча, она проходит в открытом пространстве, и в целом парадигма вот дата-сайентистов, да, и людей, которые занимаются глубоким обучением, это максимальная открытость как кода, так моделей. Я думаю, что, опять же, открытость моделей, понятность дата-сетов, на которых их обучают, это ключ к тому, что вот эти натренированные сетки будут выдавать те результаты, которые мы ожидаем. А ЧАД-GPT имеет какой-то open-source? Нет. Насколько я знаю, нет, open.ai закрытым все держит. Понятненько. Непросто. Ну, вот на тему безопасности именно применительно к сетям пару слов хотел добавить. Просто, ну, нам еще предстоит придумать методы, которыми мы будем это контролировать. Но это именно история про то, что когда у нас система слишком сложная, чтобы ее прямо до винтиков разобрать и посмотреть, ну, то есть, ну, просто мы замучимся изучать все возможные места, где, может быть, что-то спрятано. Но, может быть, другой подход, вот, в принципе, в машинном обучении и вот в искусственном интеллекте была же история, что, а вдруг наш алгоритм запомнил выборку, а вдруг он, то, что называется, переобучился, а на самом деле он ничего прогнозировать или ничего угадывать там не умеет. И догадались же люди, что давайте ему показывать ту выборку, которую он не видел до этого прям совсем, и давайте на ней смотреть на качество. Аналогично мы будем придумывать вот какие-то методы, которые не будут означать, что мы прям залезем в потроха обязательно и там на все веса посмотрим, какие-то выводы сделаем в этой нейросетке, но как-то мы будем валидировать и проверять, что действительно каких-то вот сомнительных вещей нет. И еще один момент, это то, что не стоит быстро спешить с выводами, что там все странные результаты по запросу там России или еще что-то, это обязательно там злой умысел. Возможно, просто была такая обучающая выборка. И здесь наш вклад в то, чтобы алгоритмы учились лучше, это все-таки развивать историю с тем, чтобы нормальные данные для обучения были доступны. Кстати, здесь мы опять возвращаемся к вопросу об альтернативах, да, то есть когда у тебя есть пять генеративных сетей, ты можешь задать им один и тот же вопрос и посмотреть, что каждый из них выдает, да, это тоже говорит, ну, дает некую информацию, которую можно анализировать, да, и смотреть. Вот следующее, о чем хочется поговорить, это open source. Вот все практически высказались относительно open source и того, что это действительно тренд, это важно, нужно и мировой тренд, и определенно тренд в России. Но ведь ключевая особенность open source – это комьюнити. И вот тот же GitHub, ну сколько там это, 100 миллионов человек, это огромная комьюнити. Как нам быть в построении комьюнити для российского open source? И как нам не вывалиться из мировых трендов, строя свой open source? Вот кто хочет, тот может ответить. Ну, до тех пор, пока нас будут пускать в GitHub и аналоги, и никак не будут ограничивать, дискриминировать и так далее, мы будем им спокойно пользоваться. Если вдруг что-то такое начнется, но вот далеко не очевидно, что все же начнется, я считаю, что вряд ли. Если начнется, ну, запустим свой GitHub. Что поделать? Здесь зависимость еще, надо сказать, что она обоюдная, да, то есть не только российские разработчики, не только российским разработчикам нужен GitHub, но и мировому сообществу нужен вклад российских разработчиков. Не надо об этом забывать. Костя, мне кажется, у тебя был комментарий. Ну, тебе не дают микрофон, понятно, да. Леш, тогда это у тебя право. Я про open source скажу вот что. Конечно, до тех пор, пока у нас работает GitHub, никто не пойдет в российский аналог, в китайский аналог GitHub, если, конечно, государство не запретит нам это делать. Но при этом, что мы, как сообщество разработчиков, должны делать? Мы должны забирать себе домены, домены в смысле доменных знаний. То есть считается, что open source – это либо ничей, либо принадлежит всем. На самом деле это не так. Open source принадлежит core-контрибьюторам. Каждый проект open source, он на самом деле принадлежит core-контрибьюторам этого проекта. И именно они определяют вектор развития этого, ну, своего проекта. Какие внешние коммиты забирать в мастер или какие-то не забирать. Да, были истории, когда коммиты по поддержке, по-моему, или бруса, контрибьюторы просто не пускали. Просто не пускали, а это значит, что они отрезали нас. То есть на самом деле у open source владение, конечно, есть. Он не принадлежит там всем. Он принадлежит тем, кто делает большую часть контрибьюта туда. И, соответственно, что делать нам? Ну, нам нужно больше контрибьютить в open source. То есть разработчик должен понимать, что недостаточно пользоваться, не знаю чем, open SSL-ем. Нужно пытаться его улучшить. Нужно туда чего-то доносить. Что делать нам как индустрии? Как индустрии нам нужно сказать, что коллеги, с завтрашнего дня найм инженеров без аккаунта в GitHub прекращен. Например. Может быть, это слишком жесткая мера. Может быть, тот, кто ее не введет, наоборот, заберет себе с рынка всех. Но лично я, когда смотрю резюме, я всегда смотрю, есть ли аккаунт на GitHub. На GitHub, потому что, не знаю, я давно не видел других таких площадок. И всегда иду смотреть, что там, какой контрибьют коллега, ну или потенциальный кандидат на работу создает в этом GitHub, насколько он активен. Костя, у тебя было комментариев. Столько много было сказано. У тебя такая эмоция была, как будто ты сейчас прям взорвешься и матом закричиваешь. Так, давай. Но вообще, я на это смотрю как вендор, да, open source PO. То есть, для меня рассуждение, кому он принадлежит, этот open source, оно очевидно. Мне, конечно, как вендору. Но за любым открытым проектом всегда кто-то стоит, какой-то бизнес. И мы можем называть его вендором. Действительно было сказано, что просто open source позволяет нам сегодня взять, допустим, взять целый ряд проектов из Apache Foundation и условно их как-то развивать, их форкнуть. Очень много было сказано про GitHub. Да мы вообще ушли из GitHub, на самом деле. Когда были риски, что Россию целиком забанят в GitHub, мы просто развернули свой гид у себя, как open source компания и GitLab. В конечном итоге, хост от GitLab. Чтобы не зависеть от глобального GitHub. И сегодня уже наши контрибьюторы знают, что для того, чтобы законтребьютировать нам, нужно зайти на GitPic.io и прислать пайти. И вы набираете прямо аудиторию? Мы не набираем аудиторию, но это тоже большой миф, что open source это такая… В общем-то, конечно, есть эта история, что какое-то количество человек воспользуется, какое-то количество человек из воспользовавшихся в open source найдет проблему, кто-то пошлет этот патч, какая-то часть из тех, кто послал патч, значит, этот патч будет принят и так далее. Но в реальности вот эта доля внешних контрибьюций, open source проекта, она, конечно, разнится от проекта к проекту, но у большинства open source проекта внешних контрибьюторов мало. То есть есть исключения. Есть GitLab, у которого огромное количество контрибьюторов, есть Hydro Linux, у которого огромное количество контрибьюторов, есть ClickHouse, например, наш, ну, наш или не наш, у которого много контрибьюторов. Но вот, то есть, и мне кажется, что если нам что-то делать в области open source, мы, вообще, у себя дискуссия немножко развивается из серии такой реактивной. Вот есть чат ДПТ, а как мы на это среагируем? Есть там вот эти все large language models, да, которые сейчас появились, они, ну, это тренд сегодняшнего дня. То есть это какая-то ступенька в развитии искусственного интеллекта, завтра будет следующая ступенька, она может выглядеть совершенно иначе. Вот, та же самая дискуссия про облачное ПО. Мне кажется, нам скорее повезло, что мы не подсели на иглу там AWS и Ажура. Вот в России в большой части мы не используем эти сервисы. На Западе очень большой лак-ин, да, то есть очень большая привязанность к этим вендорам сегодня у практически всех. Вот, а мы сразу практически прыгаем в гибридное облако. Вот, мне кажется, так же с open source мы можем прыгнуть куда-то дальше. Здесь не нужно прямо что-то выдумывать, не нужно чего-то опасаться. Скорее нам нужно развивать культуру коллаборации, о которой было уже сказано. То, что если вот взять вот эту вот конверсию, которая есть в open source, и сделать так, чтобы наша конверсия была выше, чем в среднем, чем где-то еще, то мы сможем добиться очень многого. Про какую конверсию я имею в виду? Вот, попользовался, нашел проблему, написал патч, патч принял. Ну, то есть активное участие. Активное участие, да. Чем больше ты участвуешь, тем больше ты владеешь. Если мы сможем добиться того, что в нашем сообществе вот такого рода коллаборация, о которой здесь тоже уже говорили, она будет выше, причем это еще очень важно, что это свойственно нашей, в принципе, культуре. Культура коллаборации – это наша культура. Вот, и это не надо забывать. Вот такие мысли. Подскажи, пожалуйста, у вас, вы развернули свою репозиторию, у вас зеркало в GitHub есть, ну, настроено? Ну, я даже по каким-то репозиториям… Ну, наш проект – это все-таки, на самом деле, десятки репозиториев, поэтому по каким-то есть зеркало, да. Но у нас открытые репозитории, то есть можно зайти, посмотреть, все тикеты открыты, но уже на нашем домене. Вот так. Я имею в виду, где активность больше, вот если у вас все зеркалится на GitHub, где активность все-таки больше? Активность даже не по контрибьюту, а по… У нас, у нас. Сегодня у нас. Потому что активность создается… Ну, это просто такой вот переключатель, он один раз срабатывает, понимаете, вот все социальные сети – это платформа доверия, доверие, которое вырабатывается годами, да, то есть мы в какой-то момент, когда там, я не знаю, какая часть аудитории здесь в какой-то момент стала гораздо меньше заглядывать на Facebook, и совершенно не связано с банами, да, вот кто вот был чаще раньше на Facebook, сейчас заходит реже. То есть мы в какой-то момент теряем доверие к платформам, и когда вот происходят определенные события, мы выстраиваем другие социальные связи, они выстраиваются. То есть здесь ничего страшного нет. На самом деле я бы добавил кое-чего к тому, что сказал Костя, очень отрезонировало у меня по поводу коллаборации. Вот мы много говорим про open source, про то, как нам быть и как действовать. На самом деле мы вот в компании тоже долго думали, как нам относиться к open source. У нас были инициативы, которые все эти годы так или иначе шли, ряд технологий, которые мы разрабатывали, изначально open source даже находили применение в каких-то крупных проектах, там что-то в Ethereum мы использовали из того, что мы в высокопроизводительных табличных структурках делали, embedded. Что-то использовали в мессенджерах, в Mirandi, по-моему, из наработок. Но это все было как-то факультативно скорее. То есть была инициатива отдельных людей, которые разрабатывали технологии для целей компании, но параллельно вели зеркало на гитхабе. И так было достаточно долго. Вот в последнее время, в 22-м году особенно, мы как-то сели и прям по-другому посмотрели на open source. И какая была главная мысль наша? Вот есть проблема, например, в ВБ индустрии. Экспертиза находится в руках ряда компаний. Вообще, как ловить хакеров, как защищаться от хакеров. И она перетекает с людьми, которые эту экспертизу владеют. Люди уходят из компании А, переходят в компанию Б, и компания Б становится носителем этой экспертизы. В целом, это проблема глобальной индустрии. И есть отдельная инициатива в этом направлении, но системных таких сдвигов нет. Мы вот прям подумали, окей, мы обладаем достаточно большой компетенцией в области ЭБ, экспертной. Какая проблема вообще в том, что мы хотим сделать? Мы хотим, как компания, создать такие условия для комьюнити экспертного, чтобы эта экспертиза перестала быть приватной, закрытой. Она стала максимально открытой. Она нужна всем. Всем компаниям вендорам средств безопасности, компаниям, которые строят безопасность, да, и до тех пор, пока кто-то не сделает первый шаг, не откроется. Такой каминг-аут не сделает. Вот, ребят, наша экспертиза, нам нечего скрывать, все, что мы наработали, вот оно. И вот мы сегодня смотрим на open source, и планируем ряд активностей, не как компания позитив, которая сейчас вот выведет в open source что-то, чтобы что-то получить. Да, мы тоже хотим получить, но мы хотим дать. Начнем с того, что будем давать. Всю ту экспертизу, которую наработали. Для этого у нас есть ряд проектов в open source, которые скоро вот прям будут стрелять. Мы раскроемся максимально с точки зрения знаний в области безопасности по обнаружению хакеров и остановки. И призовем все остальное комьюнити к контрибьютить. Да, для этого нужны тулы определенные, то есть средства. Их нет. И мы прям готовы ряд вещей разработать ради open source, ради глобализации комьюнити. Почему? Ну, наверное, в этом наше предназначение. Кто, если не мы? И вот в этом смысле коллаборация для меня очень близкая вещь. Мы можем делать вещи, которые совершенно идут вразрез с устоявшимися подходами. Круто. Очень интересно, Леша. Спасибо тебе. Смотрите, у нас, к сожалению, время к концу подходит. И я бы хотел задать вам последний вопрос в формате блица. Вот сейчас вот на секундочку представьте, что каждый из вас хотел бы достичь, будучи, ну, вот таким человеком, ответственным за технологии вашей компании. Представили? Ну, вот прям вот такой вот, чтобы вы сказали вам внукам своим, офигеть, я вот это сделал. А теперь вот сформулируйте, что вам для этого нужно, если что-то нужно, либо друг от друга внутри индустрии, либо от Максута Шадаева, либо от государства в любых его лицах, либо от кого-то еще, вот как бы звучал ваш вопрос, чтобы вам это сделать? Витя, давай. Ну, мне бы хотелось научить все компании строить модели искусственного интеллекта на совместных данных без прямого обмена данными. Проблема в том, что данные друг другу давать никто не хочет. А вот можно это делать и без. Есть целое направление, конфиденциальное вычисление. И вот такую штуку хотелось бы сделать. Но вот именно как вопрос Максуту, я это пока не могу сформулировать. То есть ты и сам смотришь? Нет, почему? Ну, вместе с другими компаниями. То есть первые пилоты, первые партнеры нужны. Я скажу, что очень важно развивать коллаборации. И на самом деле здесь может помочь и государство, но еще и образование. Для того, чтобы закрыть те выпавшие ниши, которые у нас появились, нам, безусловно, нужны новые кадры и гораздо больше в некоторых областях, чем их в последнее время готовилось. В частности, в проектировании аппаратного обеспечения явно надо развивать эти программы, развивать совместно, развивать совместные дизайн-центры. И нужны площадки, в том числе, мы говорили много про GitHub, ГИД распределенная система. Надо как-то учиться работать в модели, учитывая риски, делая запасные варианты и настраивая безопасные площадки, в том числе и для обмена кодом безопасным, проверенным, в том числе для обмена открытыми решениями и поддержкой специализации для нашей экосистемы, если вдруг будут возникать сложности с работой в международном, с которым надо тоже продолжать работу, но, тем не менее, не надо забывать о создании своих таких фундаментальных технологий. Понятно. Обучение, свои площадки и коллаборация. Мы здесь друг друга послушали, очень красивые слова говорили. Я думаю, что для технологического прорыва будет уже достаточно того, что если наши дела в будущем не разойдутся с тем, что мы здесь все говорим. То есть нам нужно сделать то, что мы обещаем. Ну, это, собственно, твоя ответственность, твои, да. Этот ответ звучит исчерпывающе. Каждый, каждый должен сделать. Это недостаточно, если это сделает ВК. Так, Кость. Очень сложный вопрос. Я соглашусь с тем, что все это зависит от нас в большей степени, чем от Максута Шадаева или государства. Начнем с того, что нужно сделать. Вообще, область СУБД, она такая, вечно зеленая. То есть, грубо говоря, она не стареет. И каждый год появляются новые исследования, часто, которые совершенно переворачивают, позволяют достичь кратных результатов их производительности в качестве обработки данных. Поэтому я сомневаюсь, что когда-нибудь настанет момент, когда я скажу, ну вот все, сделали, можно расслабиться, выходить на пенсию. Мне очень радует, что действительно восприятие открытого ПО меняется. Но, на мой взгляд, здесь очень много еще предстоит пройти. Потому что, ну, это видно, особенно человек, который 20 лет этим занимается, какая различная степень зрелости у разных участников. Вот, например, у нас даже на государственном сайте, по-моему, на сайте Минцифры, написано, что одно из ключевых преимуществ открытого ПО это то, что оно бесплатное и безопасное. И то и другое является мифом, например. Да, вот, наверное, значит... Костя, я напомню, это был Блиц-вопрос. Да, поэтому вот это, наверное, нужно, чтобы эти восприятия поменялись. Окей. Денис? У меня есть микрофон, спасибо. Я с собой. Вырос. Ну, на самом деле, мы-то люди достаточно скромные, нам только религию построить, больше ничего не надо. Спасибо. Я, собственно, про это и говорил, да. То есть, ну, не знаю, вот если мы встречаемся, там через несколько лет и начинаем обсуждать вопрос, а сколько разработчиков берут из себя ответственность за качество, как выясняется, не все, и за безопасность. И это цифры квантово больше. Вот это вот как бы показатель того, что мы делаем все правильно. Хорошо. Деша? Ну, я думаю, несколько вещей. Первое. Нам точно надо оставаться в коннекте глубоком с глобальной хай-тек индустрией, какая бы ни была геополитика. Только так у нас есть возможность чувствовать и обогащаться движением глобального хай-тека и понимать, где наш революционный шаг. То есть действовать на опережение только через глубокий коннект. Второе. Это коллаборация. Я повторюсь, мы на стыке можем сделать много больше, чем самые крупные конкуренты. Почему? Ну, потому что у нас, правда, есть достаточно много компетенций, наработанных за эти годы. И если мы максимально будем коллаборировать технологически, готовы будем открыто взаимодействовать, у нас большие перспективы на стыке. И третье. Это, наверное, нужен максимально открытый, честный рынок, где побеждает лучший. То есть, чем честнее и открытие будет конкуренция, это такой запрос к регуляторам, и минимум лобби, тем больше шансов у нас быстро дать тем, кто наиболее технологичен. Подспорье, финансы, рынки, признание, для того, чтобы они сделали следующие шаги. Объективно, мне кажется, эти три фактора, они для меня фундаментальны. Я хотел бы, Алексей, продолжить в плане коллаборации. Хочется, наверное, нас всех попросить верить друг в друга, чтобы сделать вот этот прыжок веры к нашему технологическому будущему. Потому что мне кажется, что все ресурсы, все возможности, мозги, окно временное, чтобы это сделать, у нас есть. Поэтому это вопрос, наверное, веры в себя, веры в партнеров, своих коллабораций и усилий, сверхусилий иногда, для того, чтобы прийти в эту будущую точку. Вы знаете, что мне понравилось, что никто из вас не сказал, нужны деньги, дайте деньги, государство должно что-то сделать, кто-то нам что-то должен, кто-то нам что-то должен. Ну, то есть, вот правда, все ваши ответы были про то, что, в общем-то, вся сила и уверенность в вас и, скорее, взаимодействие друг между другом, и есть залог самой главной того, что у нас все получится. Ребята, я очень верю в наши российские мозги, в вас, как лидеров индустрии, представителей, вообще ключевых компаний, ответственных за очень важные направления в развитии. Я вам желаю, ну, прям прорвать и сделать так, чтобы Россия стала офигенно крутой технологичной державой. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. 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 Продолжение следует...